Продолжаем проходить Омори. Кстати, если из слова Омори вырезать две буквы, то получится слово Ори. А Оречка это няшный пуфистик. Одну игру-проводчику я уже летсплеил, а вот вторую игру только спидранил. Ну ладно. Конечно, я бы сейчас лучше поиграл в Оречку, потому что он пуфистый и няшный. Но пока что застрянем с этими детишками, и будем надеяться, что они тоже будут такими же пушистыми и няшными однажды. Не знаю, мутируют под радиопассивностью или ещё что-нибудь. Потому что быть человеком это скучно, лучше быть милым пуфистиком. Кстати, мы тут прибыли в новый городок, вне земелья. Здесь пока что, наверное, всю серию проведём, скорее всего. Я сейчас снимаю эту серию сразу же после предыдущей, то есть пока ещё ничего не сделал. Вот перезагрузился, теперь этот секретный босс стоит здесь снова. Музычка классная, бутылка в битве с боссом тоже классная. Так что возможно, что после этой серии я как раз-таки сделаю перерыв, подкачаюсь на предыдущих локациях, и может быть смогу его завалить со второй попытки. Но пока что не знаю, конечно. Нужно ещё и механики игры для этого усвоить всё-таки. А пока что, пока я не забыл, давайте сразу же используем пикничок. Тут же есть что-то новенькое, по идее, да? Ну анимации те же самые, что уже были, зато да, появились диалоги, меня предупреждали об этом. Когда я вырасту, я хочу быть космическим пиратом. Я буду путешествовать по всей вселенной. Ну и видимо, грабить, убивать и насиловать, потому что пираты они обычно это и делают так-то. Какой-то, конечно, у нас добренький. Наш поиск Бейзела завёл нас достаточно далеко от дома. Если ты мечтаешь исследовать вселенную, у тебя определённо уже есть неплохое начало. Интересно, каких друзей мы встретим? С какими врагами сразимся? Это будет эпическим приключением всех приключений. А на Бейзела уже как бы и насрать, да? Ты относишься к этому слишком беззаботно, Келл. Ты что, забыл, что мы ищем Бейзела? Да, вот именно. Помнишь? Нашего дорогого друга Бейзела, что в нас нуждается, мать твою. Да знаю, я знаю. Я просто пытаюсь мыслить позитивно. Я на 100% уверен, что мы его спасём. К тому же герои всегда побеждают. Не так ли, Хиро? А игра слов Heroes побеждают, не так ли, Хиро? Но, к сожалению, профукали игру слов в переводе. Ха-ха, очень смешно, Келл. Всё, закончили трынёж. Да, нужно не забывать на каждой точке сохранения проверять диалоги, чтобы лишний раз выяснить, о чём же думают наши товарищи вместо спасения Бейзела. Да уж. Делаем ставки, сможем ли мы его спасти, или не найдём ли мы случайно его обглоданный труп в конце игры. Посмотрим, посмотрим. А пока что, вся серия у нас пройдёт чисто с исследований этой локации. Так что давайте. Везде ходить, везде трындить. И тут есть пуфыстики! Это хорошо, пуфыстики это здорово, ещё с квестиками. Младший просто на месте усидеть не может. Всё, чего он хочет, пойти на улицу. И всё? Блин, ну почему у вас нету вторых реплик, как в Undertale? Маловато будет. Извиняюсь за беспокойство, но вы случайно не видели где-нибудь моего сына? Мы на секунду отвернулись, и он снова пулей смотался отсюда. Могу я вас попросить его поискать? Вы его узнаете сразу, как увидите. Он выглядит прямо как я. Ха-ха. Странно, почему у вас всего-то один сын? Вы же кролики, у вас должно быть 50 тысяч сынов. Хотя стоп, мистер Даки, так может это не кролик, а уточка? Может это на самом деле клюв? А не уши. Просто похоже на уши, ну хз. Очень широкая кровать, самое то для семьи из трёх человек. Каких человек? Они же все пуфыстики. Тут не мог быть человеков никаких. Человеки не нужны, человеков нафиг. Можно посмотреть телек в чужой хате, как в покемонах. Книжная полка, забитая DVD дисками. Эта семья записывает всё. Всё? А домашний опор она записывает? Интересно, я бы посмотрел. Так, то же самое, то же самое. Ладно, допустим. Блин, это кнопочка. Чё у нас здесь? Счастливая семья. Пока ещё маленькая слишком счастливая семья. Вот когда их будет 50 тысяч челиков, или кроликов, или уточков. Уточки в принципе тоже так неплохо размножаются. Тогда вот будет другое дело. Пока что это просто начало. Так, пташечка. Интересно. Вот, блин, я забыла дома камеру. Какой же это поход, если я не могу фотографировать? Так давай мы тебя сфоткаем. Но, к сожалению, мы не можем. Все эти НПС просто для того, что мы с ними один раз перетёрли и пошли дальше. Кто-то просверлил дверь в бедном динозаврике. Ужас какой-то. Что за издевательство? О, даже кентавры имеются. Да, кстати, что-то необычное. Кентавров я не видел нигде в играх со времён, наверное, в Warcraft 3. Я, Крох, самый крошечный в мире кентавр. Посмотри на все эти награды. Награды? Интересно, ты что? Насосал? Э? Самый наименьший кентавр первое место. Да, вполне очевидно, что он насосал. Самая лошадь второе место. Самый миниатюрный кентавр первое место. Он ещё получил одинаковые награды. Вот же гад, однако. Ну-ка, секундочку. Самый усипусенький кентавр первое место. Самый наименьший кентавр первое место. Четыре одинаковых награды. Просто ужас. Книжный шкаф немного пыльный. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Бдух. Нифигасе, я тебе в роду снова сражаться с пылевым кроликом, ещё и в этой игре тоже. В Вандертейл Йеллоу был пылевой кролик, ещё в Дельтаруне был как Ваг пылевой кролик. Теперь ещё и здесь придётся убивать несчастного пылевого кролика. Ну давайте. Нифигасе, он ещё и бомбит, прямо как яйца спамтона. Мощно, конечно. И мы такие довольные, ура, нам сейчас в харе всем взорвалось, поубивало нам все зубы, снесли пол лица, это так здорово. Да уж. Самый маленький кентавр, первое место. Да почему одни и те же награды, спрашивается, и почему по телеку показывают ту же муть, просто ужас. Ну-ка, тут имеются надписи какие-нибудь? Да блин, фиг я тут устал, сейчас я тебя ещё обкорнаю. Самый грошечный кентавр, первое место. Кровать, пахнет фермой. И, наверное, лошадиным навозом тоже, да? Ну ясно, с ним всё. Просто прикольчик. Как в принципе и всё здесь, скорее всего. Всё это, наверное, не имеет смысла и просто прикольчики. Ну-ка, там ещё часть города, или просто выход из города? Кажется, выход. Пока не будем выходить, изучим только одну локацию. Зараз, ну-ка. Это место было кусочком нетронутой природы, но вследствие недавнего расцвета туризма, оно начинает наполняться мусором. Убирайте за собой мусор, люди, это не так трудно. Ох уж эти прямые посылы, блин, игроку, правда? Потому что игрок же тупой, он же сам не догадается, если не увидит это в видеоигре, что мусор нужно выгидывать. Мм? Это что вообще? Это кролик или это кошка? Или это просто анимешная девочка? Чё-то не очень понятно. Это косички или это уши? Постой на месте хоть секунду, мать твою, не могу тебе разглядеть нормально. Кошмар какой-то. Привет, я Песси. Как вы уже, наверное, заметили, я обожаю душечкового. Вот есть всё. У меня есть весь мерчедайн, с которым я когда-либо выпускала. Есть постеры, душечки, фигурки, наклейки, рубашки. Полное собрание её дисков и всё, о чём только можно подумать. А у тебя есть с ней правило 34? Если нет, то всё вот это вот не считается. Не-не. Уверен, вы нигде не найдёте более полной коллекции, чем у меня. Так ты он или она, не пойму. Звать меня суперфанатом, ничего не сказать. Я величайший фанат. Позвольте рассказать о том случае, когда я почти встретил душечку. Вышло так, что мы пришли в один и тот же ресторан. Это была судьба, я думаю. Мы заказали одно и то же. Не то, чтобы я откровенно посмотрел, что заказала она, а потом взял себе то же самое. Я даже хотел заплатить за неё, но за день до этого приобрёл недавно выпущенную полноразмерную статую душечки и не мог себе этого позволить. Что, я думаю, в конечном итоге было хорошо, поскольку эта девочка оказалась какой-то обычной девчонкой в костюме, несколько похожей на душечки. Не то, чтобы я этого сразу не понял. Только снова могут перепутать простого человека и душечку. Ужас какой-то. Ну, не знаю, к чему это всё. Видимо, просто отсылки на типичных фанатов, собирающих всякий мусор. И только не правило 34 почему-то. Целый стол мерча с раздражающей особой. Ну, а то же самое всё, да? Полка, забитая книгами с раздражающей особой. Может быть, это он и есть раздражающая особа, а вовсе не костюмчик? Статуя, изображающая раздражающую особу. На удивление, обычная кровать. Да, даже нету простыни и Дакимакура тоже. Картина, раздражающая на вид особая. Из магитофона доноится очень противная песня. И то же самое. Ясно. Оставим его, короче, с его айдолом. Или... Хе-хе, запрём его так, чтобы он не смог выйти. Хе-хе-хе, всё, теперь ты будешь стоять здесь и не сможешь больше пялиться на свой мерч. Хе-хе, ну ладно, хрен с ним, давай выпускай меня уже, сволочь. Тем более, что в хатах ещё нельзя спринтить, прям как в покемонах до 4-го поколения. Ужас просто. Вы получили банка. А, это тупо в мусоре порылся получается. Вот я, конечно, свинья, правда? Ну-ка. Утилизируем материал. Дай автомату переработки за 5 гребешков. А можно так сразу же весь мусор собрать и весь переработать, собственно? Эй, кто-нибудь может высрать мне мусор? Мне хочется денежек собрать побольше. Автомат утилизации только что выдал мне классный приз за утилизацию пары банок. Утилизация приносит плоды. Чё, он дал тебе третью банку, что ли, или ещё что? Давайте выясним, какое интересное отверстие у этого автомата. А в него можно засунуть что-нибудь ещё, кроме банки? Ой, хотя нет, не стоит, наверное, это ещё переработает, например. Их-х-х, выположили банку в автомат переработки. Давайте, рецайклинг под классную музичку. Это и есть наша награда? Типа, это до времена музыкальный автомат и автомат переработки? Вот сейчас он у нас брызнет белой жидкостью, да? Да, реально, что-то там беленькое загорелось. Автомат переработки выдал 5 гребешков. Спасибо, что помогает сделать окружающую среду чище. Интересно, сколько этих баночек можно понасобирать. Мне хочется тоже получить классный приз или ещё что-нибудь. М? Это чё такое? Это враг или нет? Банда космопиратов разбила здесь недавно лагер. Я слышал, что капитан неожиданно перестал путешествовать, так что пол его команды взяли кора... Пол его команды... Половина команды взяли корабль и улетели тогда уж. Пол его команды встал и ушёл в его пол, что называется. Прям как цветик убежал. Ига. Стоять, дети! Вы входите во владение капитана космопиратов, владыки Солнечной системы, принца всей Вселенной, единственного неповторимого капт-косм-про... В смысле... Эм... Вы входите в дом космобойфренда. Ого, здесь живёт капитан космопиратов? Крутяк! Я тоже хочу стать космопиратом. Ага, ну, я тоже хотел. Когда-то. Космобойфренд теперь почти ничего не делает. Большинству космопиратов это надоело, и они все вместе улетели на главном корабле. А мы, оставшиеся, теперь делаем за него всю работу по дому. Вчера мы с ребятами потратили весь день на уборку и вынос всего мусора. Эх, я бросил свою старую работу не ради этого. И я не нянька. Ох, мне жаль, звучит ужасно. Может, мы сможем его вразумить? Ох, я бы на вашем месте даже не пытался. На плохую сторону капт-космопа... В смысле... На плохую сторону космобойфренда лучше не попадаться. Мы должны хотя бы попытаться. Как знать? Может, он знает, где найти Безела? Или может, он знает, как найти моего камня питомца, Гектора? Да, точно, и это тоже. Так чего мы ждём? Идём же, встретимся с ним, наконец. Мне жаль, что он приходится терпеть такое на работе, сэр. Скоро всё наладится, обещаю. Эх. Спасибо, юная леди. Очень на это надеюсь. Эх. Я просто, что старобой... Не, я не нянька был, да? Ясненько. Ну что ж, главное, что вы всё ещё не люди. А чем вы там занимаетесь, не особо важно. Главное, чтобы вы были пуфистиками, можно было любоваться на уже пуфистые пернатые мости. Арр. Здесь стало так скучно ровно с того момента, как капт-космоп... То есть, космобойфренд стал командовать космопиратами. Я имею в виду, посмотрите, что космобойфренд сделал с кораблём старого капитана. Капт розовая борода никогда не одобрил бы этого. На самом деле, довольно красивая хата. Что ж, в форме полумесяца. Или что, или это искривлённый рок какой-то. Или это бананчик космический. Ах, вид тут сногсшибательный. Вид на что? Это куча мусора, или это город на фоне, или что это такое? Сложно понять. Но всё равно, главное, что графика в 50 раз симпатичнее, чем в Шарлотте. И то хорошо, мне этого вполне достаточно. Шарлотта меня вымразила своим минимализмом, когда я смотрел летсплей у Кволика. Дружище, отстойно, что вы заставили его в таком состоянии. Кого его-то? Ещё все одинаковые. Капт-космопа, то есть космобойфренд, не покидал кровать с тех пор, как она перестала приходить. Кто она? Белочка, что ли? Сейчас всё немного сложно, но меня не волнует то, что говорит, товарищ. Я верю в капитана. Космобойфренд, что мы можем сделать для вас, бро? Почему вы не вылезаете из своей постели? Так залезайте вы в его постель, может быть сможете его приработрить этим. Ихи-хи. Хрэ. Всё, что я в последнее время слышу, жалоба команды на то, что им скучно. Мне одному немного понравилось прибираться здесь. Всякие там мятые белые салфеточки выкидывать, да? Картонные коробки. Клишированные картонные коробки, в которых ничего нету, естественно. Ну-ка. Уютная хата, где столько белого пустого пространства. Круто же, правда? Ну, по крайней мере, мы играем лучше, чем Крис в Дельтаруне, правда? С этим своим пыньк, пыньк, пыньк. Да уж. Туалетный столик. Книжный шкаф, полный знаний со всех уголков вселенной. Ну, естественно, мы ничего не прочитаем, потому что мы же тупые, я... Туалетный столик? А он может туда, интересно, навалить кучу, раз... Туалетный столик. Хм. Ну-ка, чё ещё имеется? Магнитофон. Кассета внутри нет. Телескоп. Книжный шкаф, полный знаний со всех уголков вселенной. И снова почему-то нету описания у этой лампы. Почему лампы не заслуживают описания в этом мире, интересно? Этот мир несправедливый совершенно. Кхе, кхе, кхе. Ох, капт космо. В смысле, космо бойфренд выглядит не очень хорошо. Не волнуйся, я всё улажу. О, полез к нему в кроватку. Эй, космо бойфренд, вставай и будь моим бойфрендом, да? Кел. Что? Бесчувственная сволочь. Кхе, ох, кхе, кхе, ах. Моя дорогая душечка. Ох, он кажется таким грустным. Мы должны ему как-то помочь. Кхе, кхе, кхе. О, моя душечка, куда же ты от меня сбежала? Тоже фанат какого-то там айдола. О, нет, опять. Космо бойфренду опять тяжело на душе. Вот, дружище, это тебя подбодрит. А? Почему ничего не играет? Кто-то свистнул кассету. Сейчас нас будут шмонать. О, нет, магнитофон. Он пустой. Он теперь никогда не проснется. Или еще хуже. Он проснется. Блин, переградил микрофоном слово и не успел его прочитать. А вот черт, вот черт, куда же могла деться эта особая кассета? Кто-то, должно быть, выбросил его особую кассету, пока мы убирались. И что с того? Это же просто кассета, так? Ну, видишь ли, когда космо бойфренд не рядом с душечкой, он становится очень грустным и сутками валяется в кровати. Сутками? То есть с вами, что ли? Вы же тоже утки, типа того. Единственный способ его разбудить – включить особую кассету. А такая есть лишь одна во всей вселенной. Кассет с спорном, надеюсь, да? А, понятно. Космо бойфренд не болен. Он влюблен. Значит, точно с спорном. Эх, если космо бойфренд продолжит спать, однажды великий альянс космо-пиратов будет потерян навеки. Ох, блин. Отстой. Ну, идём. Да, наклась, собственно. Пошли отсюда. Подожди-ка, куда ты собрался? Мы обязаны ему помочь. Ты ведь должен знать, как неприятно терять что-то дорогое тебе. Не смей впутывать в это Гектора. Я по тот раз, когда ты укал мою плюшевую игрушку. А? Я такого не помню. Кхе-кхе. О, душечка, моя прекрасная богиня. Хе-кхе, мой сладкий, наполовенный джемом понщик. Ему кажется, становится хуже. Что нам делать, Омори? Стоит ли нам ему помочь? Конечно, нет. Ну, пожалуйста, Омори. Думаю, ему действительно нужна помощь. Ты бы не отказался от помощи, будучи прикованным к кровати, правда? Но не по такой же тибильной причине, блин. Что нам делать, Омори? Стоит ли нам ему помочь? Нет, конечно же. Ну, естественно, у нас тут типичная покемонская вот эта вот хрень нам не позволит просто отказаться. Разумеется. А, как же... Как же это мне бесится в ремен покемонов еще. Ой, ужас. Спасибо, ребята, я очень это ценю. Вот, возьмите. Вы получили ключ от свалки. Классно. Теперь у нас будет собственный дом на помойке. Этот ключ открывает свалку. Особая кассета должна быть где-то там. Может быть, я просто стырил кто-нибудь себе в коллекцию. У нас же есть один фанатик. Вы можете попасть по этому тайному ходу на задний двор космобильфренда. Довольно удобно, а? А можно сразу же в конец игры так попасть и не париться? Тоже будет довольно удобно. И здесь капитан скоро полегчает. Кхе-кхе. Научите просто его заниматься... Использованием салфеточек для вытирания радости. И тогда ему не понадобятся никакие кассеты и всякое такое. Прикольно, всякие галюны. Так, снова этот Плутон. Эх, мы уже все обыскали, чувак. Надеюсь, капитан не сильно разозлится, когда узнает, что его любимая планета пропала. Ты знаешь, какой он бывает в гневе. Приятель, мы больше не должны называть его капитаном. Теперь он космобойфренд, помнишь? А, да, ты прав. Эм. Арррррррррррррррррррррр. Знаешь что, чувак, когда мне становится интересно, почему мы все еще космопираты? С появления душечки мы не делали ничего крутого. Может все бросить и найти нормальную работу? Не говори чепухи, приятель. Какая для нас жизнь, если не жизнь космопиратов? Уверен, однажды капитан придет в себя, и мы вновь взлетим в небеса. Мы просто должны в него верить. Эх, спасибо, чувак. На тебя всегда можно положиться. И пошли друг на друга ложиться. Ясно, ясно. Получается, если мы победим этого секретного босса, то он вернётся вот сюда, что ли, в эту дырочку, возможно. Или мы его сами втиснем. Нужно будет попробовать, конечно, но пока что я слишком слаб для этого. Он меня быстро выносит, к сожалению. Так, мы вышли из Звезды. Интересно, домик Спанчбоба тут тоже имеется где-нибудь, раз есть и домик Патрика. Ну-ка, чё у нас тут? Бананчики всякие. Это враг или не враг? Да, это враг. Ну, с врагами пока что драться смысла не вижу. Суть будет та же самая, просто махаясь, только с разными спрайтиками. Потому что, в отличие от Андертейлов, я так понимаю, никаких интересных реплик у них здесь не имеется. Но у Андертейля-то есть действия у врагов, именно что сразы всякие, а не все персонажи. А это всё просто балванчики добитья. Мы получили рюкзак. И мы положили рюкзак в карман, наверное, да? Ключ от свалки, ключ от свалки, ключ от свалки. Представляете, да? Три раза написали ключ от свалки, чтобы мы поняли, что это такое. Так, и где рюкзак, собственно? Почему-то у меня его нету. А, он, наверное, в снаряжении опять. Видимо, амулет какой-нибудь сейчас позырим. Рюкзак. Удобное средство хранения. В местах хранения оно нас защищает, как и странно. Ну, наверное, это логично, правда? Ну-ка, выдадим его Хиро, наверное, у него пока что ничего нету. Всё. Дорогие друзья, я в поисках искусства. Не волнуйтесь за меня. Я пойму, когда найду. Ройц в помойчке? Может, нам что-то найдёт полезное? Кстати, этот червь из чёрной дыры, что ли, вылезает? Ну-ка, секундочку, чего у нас по ХП? Да мы все побитые, жесточая, после прерывающей битвы, поэтому даже не знаю. Есть ли смысл махаться с кем-то? Так, тут свалочка. А внизу чё интересно находится? Чё-нибудь вкусненькое и секретненькое? Ммм? Давайте выясним. Прекрасная сегодня погодка, не правда ли? Это улитик? Да больше похоже, там унитазик так-то. Унитазик на ножках. Чё-то знакомое место, как будто мы отсюда вылезли. Но вроде бы не отсюда. А, ну да-да-да, вот, собственно, мы... Слева пришли, вот он, город, собственно. Город, конечно, маловато, и даже магазинов всяких нету, как в покемонщиках. Поэтому даже ничем не закупишься особо. Единственный магазин, этот гробаный мусорный бак. Так, а вот он, Квольчик, кажется, нашёлся. А, звёзды красивые, не так ли? Смотря в небо, я теряю счёт времени. С моей планеты звёзд вообще почти не видно. Когда я вырасту, я хочу быть космическим пиратом. У меня всегда будет звёздное небо. Ой, блин, сколько я тут уже. Мама и папа, наверное, уже очень сильно беспокоятся. Мне бы домой пойти поскорее. Да, уж прекрасная анимация ухода домой. А, блин, это был враг. Это было, конечно, очевидно, но я не думал, что мы будем сражаться прямо с ним. Ну, допустим. Музычка, конечно, классная. Мухоловка с Венеры. А мы сейчас где находимся, собственно? Тоже на Венере? Видимо, да. Видимо, в этой игре мы будем исследовать сразу же все планеты. То есть, естественно, максимально фэнтезийные и упоротые. О, это будет долго, конечно. У нас будет атаковать или нет? У нас, типа, есть шкала энергии, повышающаяся за счёт получения урона, а нам никто не наносит урон. Как-то это печально. Зато музыка весёлая такая классная. Обязательно её себе всю скачаю, сохраню, когда закончу проходить игру. Вот и всё пока что. С этими хотя бы всё просто. Уровень 4, 4, 4. Килл изучает отскок. Так. Килл изучает что-то связанное с коком, да? Он может теперь делать отскок кому-то на кок. Давайте мы это выясним. Ну-ка. Чего он теперь умеет? Поражает всех врагов. А, это такая новая классная атака? Я даже не знал, что здесь ещё имеются атаки, собственно, в атаках, а не только обычная атака. Ммм? Надпись Крут. Клёвая спортивная сумка. Видимо, это они так кул перевели, да? Включить бумбокс. Не, я даже не хочу узнать, что там будет играться. Какой-нибудь рэп, наверное, опять, да? Клёвая спортивная сумка. Стаканчик крутой газировки. Джок Джеймс какой-то. Чёткие энергетические напитки. Зачётная баскетбольная сетка. Ладно, так и быть, включим. Ну ладно, спасибо, что хотя бы не рэпчик, то хорошо. Я выдохся после утомительного похода. Не знаю, почувствую ли я завтра свои ноги. Во время похода я заметил лицо, выбитое в скале. Интересно, что это значит? Интересно, что вообще за существа? А с другой стороны, разработчики здесь прям как в Андертейле, рисуют просто всякую упортость. Так, предыдущий враг нас вообще не атаковал, давайте посмотрим, сможет ли атаковать этот. А то я вообще не понимаю, что тут происходит там. Червоточина. А, вот оно что. У нас тут очередная хитрая такая штуковина, которая одновременно обыгрывает научный термин. И при этом является обычным червячком, который можно засунуть в костюмчик, и получится червячок-супергерой, возможно. А? Ну ладно, как-то повоевали. Половина команды стал тостами. Да, уж тут, конечно, замынаешься каждый раз пытаться сражаться так, чтобы никто у тебя не подыхал и все получали опыт. Блин. Ладно. Звёздная газировка. Потом с этим все разберусь, короче, пока что. А, мы теперь ещё конусы можем резать. Да, спасибо разработчики, это будет, конечно, очень весело потихонечку пробиваться через каждый-каждый конус. Любим, конечно, резать всякие продолговатые предметы, вроде себя в том числе. Ихе. Ну-ка. Надеюсь, что будет что-нибудь очень классное, что стоит моего времени. А вон туда, скорее всего, даже нет смысла пробиваться, да? Мы получили одеялку. Сейчас можно кого-нибудь хорошенько обмотать, да? Допустим, Келла, у него пока что нету аксессуара никакого. Одеяло, мягкое, пушистое, защищает тебя от монстров. Плюс защите и к хп. Неплохо. Но, опять же, скорее всего, всему таким вот поиском мусора стоит заниматься за кадром. В кадре нет никакого смысла тратить на это время, если это просто плюсы циферкам там всякие, которые не стоят права времени, в принципе, в кадре, опять же. А чё тут интересно? Ух ты. Я нашёл какой-то секретик, кажется. По крайней мере, я куда-то теперь могу зайти. Ага. Какое-то секретное интересное местечко. Далеко меня, конечно, унесло от нужной локации сюжетной, но, с другой стороны, какая разница. Ага. Секретный телек, который у нас тут имеется. Что-то харкнуло кофем. Пф-ф-ч-ч. ТВ-девочка. Блинский, ты бы хоть и привлеждал, а? Я не очень часто принимаю гостей, знаете ли. О, эй, пока ты здесь, можешь побыть настоящим другом, помочь мне найти штуки из этого списка? Да уж, вы, конечно, не тормозите, что называется, сразу всё вываливайтесь со своей квеста. Всё, понял? Всё, что тебе нужно, должно быть на свалке. Спасибо, дружище, буду тебя должна. Что? В каком смысле не успел прочитать? Ох, ладно, держи, на этот список можешь смотреть сколько угодно. Ну, эта штука, как-то звать-то, это самое. Вы получили странный список. В этот раз уловил, ждут его возвращения и поскорее. Вау, нас послали буквально идти туда, не знаю куда, искать то, не знаю что. Каракули. Сломанная кофемашина. Снова каракули. Интересно, конечно, сколько тут экранов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь на пять, тридцать пять. Тридцать пять экранов получается. Ещё тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, если считать мониторы. Итого можно на тридцати восьми экранах запустить все возможные порно-сайты интернета, возможно. По крайней мере, самое главное точно. Весьма хорошая мысль на самом-то деле. Я бы тоже хотел столько экранов иметь, чтобы смотреть Ешку в тридцать восемь раз эффективнее. Было бы здорово, правда? Ну вот, видите, взял квестик, я, получается, не зря пошёл сюда сначала. Можно будет сразу же и то, и другое сделать. Ещё не забыть потом кволечка сдать, которую вы там искали. Ну-ка. Всё, поехали, вы используете ключ от свалки. Самое интересное место в игре будет, однозначно. Терезней, чем все эти города. Рыться в помойке. Да, действительно, похоже, это будет действительно интересное место. Тут ведь имеются не штички повсюду, а рвузи. И весёлая расслабляющая музычка, будто бы пришли в парк развлечения. А вовсе не на грязную, вонючую помойку бомжатскую. Ну, хорошо. Всё, ищем и жрём. Вы получили опять очередной презерватив. Здорово. Вы получили золотые часы. А, ну да, золотые в кавычках. То есть это не совсем золотые получается. Ну-ка. Проверяем. У меня имеется трёхлистный клевер. Золотые часы. Определённо точно не обязательно сделаны из золота. Бесполезны в битве. Это, видимо, просто вендор трэш, что называется, да? Нужно продать? Или, может быть, это квестовая вещь? ХЗ. Выясним потом. А пока что, выясним, что-то есть вкусненького. Мюсли. О, мюсли я тоже постоянно заказываю, потому что это достаточно дешёвый перекус такой. Ну-ка. Чё он восстанавливает здесь, там, мюсли? Сытный зерновой батончик. 60 сердца. Ну вот, видите, хорошая вещь даже в игре. И я тоже покупаю регулярно эти мюсли овсяные. Потому что дешёвые и достаточно сытные, по-своему. А такому нищему, как я, приходится, собственно, рассчитывать на такие вот вещи, так сказать, да? Столько контейнеров. Какие-то ещё ключи справа наверху нарисованы, которые нужно собирать. Интересно, к чему это? Так вот, какова свалка, а? Начнём уже поиски. И полез рыться в говнище. Ещё раз, что мы ищем? Особую кассету Космопарня. Точно! Эй, гляньте, я нашёл банку. Вы получили банку. Чё, он её в меня кинул, что ли? Эх, ну неплохое начало. А, то есть мне нужно собрать банки, скорее всего, и, возможно, мне потом выдаст старый этот самый автомат переработки, эту самую кассету, да? Ну, так, теоретически, конечно, предприкидываю. Вы получили бутылку. Классно, теперь будем ещё бутылки сдавать, собственно, на металлолом и так далее. Странный список, ещё раз его посмотрим. Ну, это что, как назвать-то это самое? Возможно, в этом списке что-то зажифровано, не знаю. А пока что я и этого не знаю. А где, собственно, бутылка-то? А, вот она. Вот, идём материал. 10 рублей мы за это получим. Неплохо, неплохо. Каждая копейка сейчас на счету в начале игры. Это уже потом, возможно, их можно будет жрать пачками, эти копейки. Блин, я не лечился, тут ещё враги всякие. Не хочется тащиться обратно к этой самой нашей подруженции. Но, с другой стороны, это тоже вариант, потому что очевидно, что у меня сейчас будут драть здесь всякие летающие магнитофончики и прочая хренотень. Так что поехали, быстренько сходим, да, вылечимся, пока нас кто-нибудь ещё жёстко не убил. Зачем вообще нужен этот короткий путь, если так и так тут есть более короткий путь через город? Спасибо, что хоть дали хотя бы раз сбежать с первого раза. Интересно, что враг на какое-то время парализуется. Типа охреневает от нашей наглости, что мы посмели от него сбежать и не сражаться с ним. И некоторое время стоит и осуждает нас молча, да. Ну-ка, срочно бухнём. Эх, мне бы так в реале сейчас нажраться как свинья и чувствовать себя как новым было бы здорово, конечно. Но, к сожалению, если в реале нажраться как свинья, то ты будешь не чувствовать себя дома, не будешь чувствовать себя как новым, а будешь скорее чувствовать себя очень жирным, да. Мам, могу я снова посмотреть на звёзды попозже? Конечно можешь, милый. Уверен, и твой папа и я даже будем рады пойти вместе с тобой. Но всё-таки это больше похоже на кроликов, чем на уток. Хоть они называются Дакием. А, это вы! Спасибо, что назвали нашего Дакием Лэ. Ты можешь перестать убегать, маленький негодяй, а? У нас вообще-то отпуск, мать твоё. Дай своему старику отдохнуть. Хорошо, извини, пап. Спасибо вам, незнакомцы. Мой сын сказал, что хочет дать вам что-то в знак благодарности. Неси им подарок, ублюдок, мать твоё. О, целая анимация с подвиганием стульчика. Круто. Вот. Вы получили одуванчик. Сынок, в следующий раз, когда захочешь отправиться на улицу, сначала скажи нам, хорошо? Ты же не хочешь заставлять нас с мамой нервничать, не правда? Нет. Отлично. Это значит, что мы наконец-то сможем хорошо провести наше семейное время. А теперь иди к маме. Проводить семейное время они будут. Снимать очередное видео домашнее, да, в свою коллекцию. Наконец-то время на семью. И всё, то же самое. Но награда, конечно, такая себе. Очередной одуванчик, они у нас так уже имеются. Ага, теперь уже две штуки. Снимает эмоцию. Ну, в принципе, да, дорогая вещь, хорошая, по идее, получается. Посмотрим, короче. Теперь погнали обратно, ещё раз. Носимся туда-сюда, пытаемся выполнить парочку квестов. Все полчаса этой серии ушли только на беготню. Да уж. Ну и на пару сражений, конечно, которые я завалил, зафейлил, потому что мне пока что влом разбираться в механиках детальных этих сражений. Со всеми этими эмоциями. Ведь можно просто всех тупо щёлкать, правда? И париться совершенно с чем. Ну-ка, чё ещё-то имеется? Вот наверняка здесь где-нибудь имеются какие-нибудь секретные вещи, спрятанные на фоне, которые отсюда не видно, правда же? Наверняка же что-нибудь тут будет такое. А я хочу всё, я жадный, я клептоман, да? Я обожаю пырить всякие вещички. Мы получили картонка. Круто. Чё она делает, интересно? Утилизируем предмет. 15 рублей получаем. Странно, то есть за стеклом получаем меньше, чем за картон. Келл копается в мусоре. Келл ничего не нашёл. Ну да. Музыка, конечно, классная, но после Андертейла эта боёвка выглядит весьма скучной, увы. Ещё такого интересного. О море теперь научился нарезать хлеб. Что, можно своих друзей, что ли, нарезать, когда они станут тастами, да? Судя по лицу о море, он вполне на такое способен. Давайте мы это проверим. Ну-ка. Защита наблюдать пырнуть. Ситана носит критический удар. Игнарирует защиту, когда у море грустен. Да, в принципе, тоже можно, по идее, использовать. Тут же всё-таки, как в покемонах, приёмы требуют ману и всякое такое. Ну-ка, нарезать хлеб. Если ты умеешь убивать врага, вы получаете хлеб. О, неплохо, может, получается, без конца хилки набивать из врагов, правда? Помимо денежек и опыта. Я это учту, когда буду качаться за кадром. А пока что просто для галочки пара сражений и всё за эту серию. Воздушный рожок. Интересно, это рожок к калашу или чём-нибудь ещё, а? Давайте мы это выясним. Ну-ка, эмммм. А, вот он где. Кто мог такое изобрести? Накладывать злость на всех друзей. На всех своих друзей, да, получается? Можно всех выбесить. Интересно, тут есть какая-нибудь челкающая ручка и ещё какой-нибудь раздражающий предмет аналогичного действия. Так, это какой-то вообще жёсткий враг, кажется. Который нас жёстко задавит. Ну его нахрен, я лучше пойду в сторону. Вот чёрт, у нас на пути огромный блок мусора. Я бы даже сказал, дорожный блок. Поняли? Спокойно, ребят. Этот старый блок ничто перед моим размахом. Эй, о море, ты же помнишь, что ты можешь резать корни и дорожные конусы? Что ж, ты тут не единственный, у кого есть особые умения. Я, например, могу разбивать большие предметы, преграждающие нам дорогу. То есть она прям-таки настоящая суденька у нас, да? У Келла и Хиру тоже есть свои особые умения. Но я не уверен насчёт Келла, хихи. Просто сделай меня лидером, выбрав поймать в меню игрока или зажав 4. Я избавлюсь от этого куска мусора расплюнуть. Ну давай. Мм, прикольно, можно играть теперь, получается, за всех. Ну, конечно, разницы особо нету всё равно, но пускай будет. Ты поймал. Почему я её поймал-то? В покебол ещё поймал, может быть. И подоскал бы её с собой. Туф. Круто, конечно, её плюшевая игрушка, это бесспольная бита, почему-то, а не баклажанчик. Хм. Похоже, это работёнка для о море. Ой, да ладно, какая разница, нужно каждый раз переключаться, такая возня. Ну, зато есть картиночки, это, конечно, прикольно. Картиночки у всех персонажей с тем, как они переключаются. То есть можно, по идее, их все сразу же позырить, например, да? Ага. Как они тут все друг друга ловят. Давайте позырим, что ж. Да, здорово, и каждый раз новые снимочки имеются. Клёво. Спрятался за Хиро. И ещё раз. Вот так. И получается, тебя может смотреть ещё и остальные комбинации, если каждый из них будет ловить кого-то другого, собственно, кроме о море, да? Да, действительно. Жаль, правда, что эти фоточки скролятся за пару секунд, вернее, за одну секунду, за микросекунду, и не успел даже их рассмотреть нормально. Ой, жесть. Сколько же они всё понарисовали, конечно. Тут, конечно, хорошая работа проделана. Я уже запутался, кого я смотрел, а кого я не смотрел. И всеми. Все друг друга побулили хорошенько. Прикольно, прикольно. Ну ладно, всё, пока что посмотрели достаточно. Потому что я уже запутался. Кого из них я видел, кого не видел. Так, вы получили. Ну это штука. А, всё, мы её нашли уже. Это было быстро, конечно. Ну-ка. Ну это штука. Не уверен, что это такое для ТВ-девочки. Надпись ХОРОШЕСТИ. ХОРОШЕСТИ это хорошо, а вот ПЛОХОСТИ это плохо. При этом нужно, по идее, сейчас отнести ХОРОШЕСТИ сразу же этой девочке, и, пожалуй, на этом закончить серию. А то она, блин, уже пролетела так быстро, что я... Не успел ничего сделать. Видите, такой слоупок. Так что действительно, эту игру будет проходить очень долго, если они будут как-нибудь ускоряться. Например, скипать битвы, потому что они всё равно, к сожалению, довольно скучные, и меняются просто с практики врагов, а не какие-нибудь интересные элементы типа диалогов, к сожалению. Но тут уж разработчикам виднее, да. Undertale они, по крайней мере, не стали повторять, а сделали нечто своё. Или, не знаю, нечто Earthbound-овское, возможно. Опять же, я не играл в Earthbound, не знаю, как там точно всё сделано. Так что ладно, Undertale всё ещё неповторим. Твоя девочка слишком увлечена своими драмами для того, чтобы обращать на тебя внимание. Своими драмами? Мне что, нужно ей, блин, электричество вырубить или ещё что? Или дать ей по башке, не знаю. Я принёс тебе вещь, сволочь, я твой квест гробаный выполнил. Чё тебе вообще надо, спрашивается? Ладно, давайте пока что-то дело отложим, пока ещё не знаю, как сдать ей этот квест. Видимо, нужно реально тут что-то сделать, что мне пока что не очевидно, потому что я слишком тупой, чтобы это сразу же решить. Но ничего, успеем. Главное, что я начал, что я это всё прохожу, что я изучаю все эти, собственно, всю эту местность, прохожу все эти квестики и постараюсь проходить их дальше. По крайней мере, если изучать локации и фармить баблишка я буду за кадром, то квесты буду делать точно в кадре. Ну а так посмотрим. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим. Субтитры делал DimaTorzok